Персонально ваш публицист Александр Невзоров. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие Лёши. Напоминаю, что мы в отеле Гильвеция, там же, где распределяют всем страждущим журнал «Дилетант». Так. Да. За небольшое вознаграждение, правда, насколько я знаю. Ну, это совершенно не важно. Вот это детали и частности, которые можно было бы не обсуждать в эфире. Я ещё должен вам рассказать то, что вы не видите. Рядом со мной сидит Александр Глебович Невзоров в бабочке, в роскошном жилете Тома Форда. Да. Тома Форда. Ну, у меня сегодня просто лекция в эрарте, поэтому я... Вот в таком виде мы ходим на леви. Возможно, хорошо, что мы это не видим. Да это то, почему? Да это то, что будет обсуждать всю следующую неделю, я так понимаю, когда сфотографируют Тома Александра Глебовича. Кстати, знаете, какая ещё есть одна важная вещь? Я сфотографировал, сейчас выложил в Инстаграме. Ждите теперь кучу перепостов. Есть ещё одно событие, о котором, мне кажется, можно сказать именно в этом эфире. У Ольги Бычковой день рождения. День рождения. Даже я ей отправил СМС и уже поздравил. И мы поздравляем, присоединяемся. А я ей тоже отправил СМС и сказал, что мы сегодня будем пить Неву в её честь. Если приедет Венедиктов, то вы в СМС и вы купите, конечно. Ну, я знаю. Хорошо, удачи вам. А вот вас, Александр Глебович... А вот вас я поздравляю с прошедшими праздниками разными. Спасибо, дорогой. Я очень тронут. Да, с ними повезло в этот раз. Вот, например, кстати говоря, Геннадий Андреевич Зюганов отличился, сказал, что, например, на майской демонстрации обязательно появился бы Христос, если был бы жив. Как вы думаете, появился бы или нет? Хочется узнать мнение... С точки зрения Зюганова, наверное, Христос был бы покрыт бородавками и был бы в кепке. Более того, он сгибался бы под страшной тяжестью библейного издания «Капитала Маркса» или чего-нибудь подобного. Вообще странно, что Зюганов ещё что-то говорит. Ему уже давно пора было бы перейти на известную жестикуляционную азбуку. Потому что всё, что он говорит, до такой степени смешно и нелепо. Но, с другой стороны, что ему делать? Ему нужно каким-то образом поженить Пасху с 1 мая. Он заявил, например, что Иисус Христос был первым коммунистом. Вот я говорю, что ему пора переходить на жестовый язык. Давайте вернёмся к нашим темам и о том, что вас и меня больше всего поразило на этой неделе, помимо зюгановских. Вас, по-моему, больше всего поразило Зимбабву. Ой, да. Слушайте, мне так понравилась эта вся история, что Россия объявила о единении Зимбабве, о том, что теперь вместе с Зимбабвом мы будем бороться с санкциями. И у этого начинания действительно огромные перспективы, потому что, вот не поленитесь, сейчас откройте флаг Зимбабвы, если мы объединим флаг Российской Федерации и флаг Зимбабвы, у нас получается, наконец, чистый флаг ЛГТО сообщества. Более того, посмотрите на герб Зимбабве. Этот герб включает в себя все российские скрепы и в большей степени характеризует скрепоносность, чем, например, даже Россия. Возвращая Мугабве? Нет, вот у Зимбабвы на гербе есть тельняшка, пульничка, пасха, козлы, автомат Калашникова, а это неважно, какие там козлы, да? Подождите, это все один герб, я просто никогда не видел. А соломин мне показывает. Да, это все скрепы представлены. И сейчас, насколько я знаю, там в Зимбабве находится наша делегация, которая обсуждает, как вместе будет Российская Федерация и Зимбабве обрушивать Америку и санкции. Главное, чтобы нашу делегацию там все-таки не съели бы до конца переговоров. Нет, то есть там двуглавый орел еще нужно вставить. Там одна глава орел. А то такая блестящая история закончится, так и не начавшись. Вообще, меня этот факт порадовал, потому что по-настоящему великие державы должны дружить. Ну, нам тогда компания какая-то нужна. Нового союза, Нового Союза. Да, но вот у нас наконец-наконец появился достойный партнер. Ну, вот главное, чтобы не съели делегацию, потому что они ведь могут в какой-то момент не сдержаться, и тогда все закончится гораздо быстрее. Но мы можем на это закрыть глаза. Нет, мы можем закрыть глаза, но нужно все-таки, чтобы кто-то успел подписать документы. А если уже процесс поедения диригации начнется, то подписывать будет некому. Понятно. Поскольку мы встречаемся между двумя праздниками, то грядет еще 9 мая, День Победы, с чем связаны очень многие приготовления. Как я понимаю, как в Москве, так и в Петербурге, да и вообще во всей России. Да, приготовление там, насколько я знаю, бедный Васильев готовится давать показания. Андрей Васильев имеется в виду. За то, что он где-то поставил, не где-то, а на эхе Москвы в эфире поставил под сомнение Георгий Скеленко. Нет, он поставил не под сомнение, будучи, кстати, мы очень не любим друг друга с Васильевым, но он человек не глупый, а остроумный и не бестоладный. И вот здесь он повел себя предельно нелепо. Он заявил, что его раздражают колорадские ленточки. Ну, друг мой, вот на Луне нет воздуха. Ну, что ж, не ходи без скафандра. А устраивать сцены и истериковать по поводу того, что воздуха нет, совершенно бесполезно. Мне вот это все безумие, которое происходит, связанное с 9 маем, например, ужасно нравится. Действительно, очень нравится, потому что я ценю, что мне эпоха позволила быть очевидцем того, как зарождаются культы, как зарождаются самые... Причем, понятно, что ничего нового нет. Это старый, добрый культ войны, который каждой эпоха обвешивает своими шалобушками и своими цацками. Не важно, что это, там, кусочки, туники, афины меднодомные или какие-нибудь другие аксессуары, или колорадские ленточки, или свастики, или что-нибудь еще. Это культ войны, который очень легко разжечь. И потом довольно трудно тушить без каких-то вмешательств извне, как показывает опыт. Но сейчас мы видим механизмы... И вот, кстати говоря, я, например, почему в таком восторге? Потому что полностью подтверждается гипотеза Каутского о том, что чем дальше событие, чем больше оно забылось, тем яростнее и жарче становится культ. Действительно, это необходимо для того, чтобы вся правда вышло бы из обращения и, скажем так, минимизировалось. Тогда культ встает в полный рост. Я-то помню еще, вы-то маленькие все, а я-то помню, как этих ветеранов сгребали по всей стране. Вот у кого там на его несчастье не было глазика, ножки, ручки или что-нибудь еще, он где-нибудь в переходах просил милостыню, сгребли его, везли на Валаам в помещение северных монастырей, устраивали там канцлая без горячей воды, без, разумеется, телефона, без заметной помощи. Это было не так давно. Нет, это было не в 50-е годы. Это было перед Олимпиадой. Это было уже на моей памяти, когда я был пацаненком, но я это все помню, как были эти облаваны ветеранов. Я сам лично этих ветеранов снимал, как они еще ковырялись в гной, в собственном, в грязи, на полу, в подвалах. Это все я помню. Но по мере того, как события становятся дальше и вранье на его тему становится легче, культ начинает расцветать и пухнуть. Поэтому я всем хочу сказать, что, братцы, вы действительно сейчас не суетитесь. Надо понимать, что сейчас, на эти дни, страна превращается в секту, в секту победы. Со всеми очевидными приметами секты как таковой и разницей здесь между... Вы знаете, мне кажется, что здесь нужно немножко разделять. Все-таки вы говорите о культе войны, но большинство людей, как мне представляется, видят в этом культ не победы, а культ подвига. И те акции, которые проходили в прошлом году, пока еще не государственные, бессмертный полк этому подтверждение. Люди организовывались с том, с кем, вы знаете, начиналось все это. Я понимаю, что вы хотите сказать, да. Но, тем не менее, это все равно культ войны, да. Александр, я прошу прощения, я просто продолжу вопрос Алексея через немного другие мероприятия, которые намечены, в частности, в Санкт-Петербурге. Да, культа культом, но смотрите, вот, значит, муниципальные образования Санкт-Петербурга тоже проводят свои мероприятия. Вот я читаю сегодняшний, кстати, фонтанки. Соревнования, кто лучше нарисует на щеке у ребенка танк. Соревнования, переплыть речку с автоматом, значит, держа автомат над собой. Это что? Это, опять-таки, то, против чего возражают. Это все равно нет. Это все равно немножечко приведенный в соответствии с современными реалиями культ войны. Он древен как мир. Все повторяется. И тот же самый бессмертный полк. Это далеко не сегодняшнее изобретение, когда предполагалось, что некие материализованные или не очень материализованные души воинов шествуют в одном строю. Но это еще со времен Спарты, со времен Древнего Рима было принято. Ведь все, на самом деле, когда я наблюдал за тем, как Гундяев передавал яйцо Путину, а это недавно происходило, потому что, вы знаете, что у православных принято и показывать друг другу яйца в эти дни, и дарить друг другу яйца, то тоже ведь в этом нет ничего нового. Еще во времена Циншихуанди существовал такой древний китайский обычай, по которому чиновник, крупный чиновник области, чтобы выразить полную зависимость от императора, преподносил ему одну из своих тестикул, тщательно удаленных и окапсулированных в какую-нибудь красивую форму. Это было выражением высочайшей верности. Поэтому там, где мы говорим сейчас о всех этих приметах подвига-неподвига, поймите, ребята, здесь надо немножко понимать, что такое высшая нервная деятельность и что та же самая колорадская ленточка работает в качестве безусловного раздражителя, который вызывает определенные эмоции. Пытаться это переделать или пытаться каким-то образом вносить правду? Нет, потому что это вот сектанство, когда я говорю о секте победы, в которую превращается страна, она нетерпима к любому мнению. Оно истерично, оно не желает знать правду, оно не в состоянии смириться ни с какими подробностями, если вы начинаете... То есть бороться без смысла? Нет, надо просто понять, что это некий параллельный мир, который вы должны оставить другим людям. Наслаждайтесь своей необолваненностью, наслаждайтесь тем, что вы сохранили способности... В этом параллельном мире все больше и больше людей, благодаря именно оболваненности. Это совершенно не важно. Это абсолютно не важно. Посмотрите, как блистательно на все это, вот пока мы тут с вами сидим и умничаем. А молодая поросль в Новосибирске во время монстрации... Вы ведь посмотрите, что происходит. Ведь что означают эти шествия с нелепыми лозунгами? Это означает только одно. Они не хотят говорить с властью и с обществом на одном языке. Они абсурдируют все, подчеркивая, что они уже оторвались от этих смыслов и не хотят иметь с ними ничего общего. Это удивительная, колоснейшая, тончайшая форма протеста. Новосибирцы, конечно, огорчили меня, потому что они доказали, что Новосибирск интеллектуальные традиции соблюдает гораздо выше, чем Москва и Петербург. То есть новосибирская молодежь оказалась искрометнее и талантливее. Но это серьезная приметочка, потому что вот с этим уже бороться никакая государственная пропаганда не сможет. И там, где я говорю о каком-то искусстве оскорблять, об искусстве цинизма, об искусстве быть, скажем так, жестким и убедительным в разговоре, я с ужасом понимаю, что сейчас, наверное, об этом рановато говорить. Людей надо учить вообще разговаривать в новой реальности. Учить не подсудно. И в данном случае Васильев, конечно, не прав. Он должен понять, что то, что сейчас происходит с этим культом, не имеет никакого отношения ни к прошлому, ни к будущему, ни к истории, ни к развитию. Это сектанство. Но, как со всяким сектанством, с ним надо обращаться с предельной осторожностью. Потому что никакая правда их не волнует. Они будут дальше играть в придуманных панфилов. Александр, здесь вот к Вам пришла претензия от нашего слушателя, что Вы обещали оглашать лучшую статью недели, а вот как-то оплошали, как там пишет человек, на прошлой неделе. Он прав. Я виноват. Я оплошал. Поэтому давайте восполнить этот пробел. Наверное, лучше... Я понимаю, я знаю, какая статья, какой материал журналистский будет объявлен сейчас. И мы таким образом сразу переходим к криминальной теме. А мне очень бы, да, я думаю, что самая выдающаяся журналистская работа – это статья Юлии Латыниной о том, откуда есть пошли убийцы Гошта. Это замечательная статья, очень выдержанная в Юлькиной стилистике. И хотя считается, что пока это все не подтверждено и не доказано, тем не менее, я думаю, что... Ну, вот знаете, все, что кажется, то не кажется. И все самые черные мысли, как правило, в России, в нашей с вами реальности, именно-то они в процессуальную плоть, как правило, и обликаются. Кстати говоря, сегодня какие-то странные информации шла об аресте четвертого подозреваемого в убийстве Гошта. Потому что сначала его вроде поймали в Москве, почему-то он был на рейсе «Жан-Б» Москва. Потом появились сообщения, что его поймали вообще-то на таджика афганской границе и перевезли в Москву. И причем за подписью Маркина там какие-то раздачи шла информация. Маркина, ну, известный человек, да, следственного комитета. Короче говоря, какая-то, я бы сказал, мягко говоря, противоречивая информация об аресте этого четвертого человека, что вообще наводит на мысль и стоит под вопрос многое из того, что мы услышали в последнее время. Возможно, возможно. Но вообще надо помнить, что все вот эти выкормыши и все участники лугандонских событий – это очень специфическая публика. На днях поймали Якута. Это один из самых свирепых, тупых и безжалостных главарей террористических на Донбассе. Причем поймали его очень забавно. Это граница между Лугандоном и Украиной. И украинские пограничники просто от нечего делать повесили объявление, что бойцы ЛНР, находившиеся в Украине на особом задании, пропускаются вне очереди. А очереди там скапливаются довольно большие. И, естественно, Якут пошел качать права и тут же был взят под белорученьки украинскими пограничниками и направлены туда. Конечно, конечно. Но просто об уровне интеллектуального развития всей этой публики. А вы когда говорите о Лугандон, вы что имеете в виду? Я имею в виду вот второе образование. Второе образование бандитское на территории Донбасса. То есть вы про людей, которые участвуют в этих событиях, а не про саму территорию? Мне просто кажется, что это не... Нет, я говорю там, ну, вы, пожалуйста, можете обижаться о них, можете не обижаться. Обижайтесь, Леша, обижайтесь. Ну, это, ну, слушайте, а когда, например, говорят про Рашку, в принципе, так как-то пренебрежительно, вам нормально? Вы знаете, я вообще не придаю особого значения наименованиям. Давайте оставим это Роскомнадзору, вот эти вот страсти по наименованиям. Я прекрасно знаю достоинства страны, в которой я живу. Я прекрасно знаю, чем ей на самом деле следует гордиться. И как бы ее ни назвали, как бы ее ни окрестили, поверьте на мое отношение к ней, и даже к говорящим от нее никак не повлияет. Поэтому давайте будем называть, ну, скажем так, бандитско-террористическое образование на Натбасе так, как его называют те, кто вынуждены с ним бороться. Хорошо, мы начали уже переход к криминальной теме, и новости пришли из Испании. Местный суд выдал ордер на международный арест. Есть десятка с лишним россиян, и там есть депутат Резник, и есть еще зам главы ФСКН Николай Аулов, бывший высокопоставленный чиновник Следственного комитета. И причем в западных статьях, в статьях западных СМИ говорят, что эти люди чуть ли не находятся в окружении Владимира Путина, и могли каким-то образом влиять на решение. Извините, только надо здесь только уточнить, да, потому что Резников много, депутатов. Да, да, ой, как-то сразу забеспокоились. Тут есть Испании. Мы говорим про Вячеслава Матусовича, который на самом деле человек-то очень хороший. Я же почему... А мы с ним знакомы. Ой, мы с ним не только знакомы, мы в свое время дружили, и когда-то вместе проходила наша каскадерская молодость. Что касается Коли Аулова, то Колю Аулова, когда он был начальником петербургского рубопа во времена Яковлева, я сам лично на руках, хотя Коля весит там килограмм 160, выносил после того, как Коли зазвездонил снайпер в шею пульки, по-моему, 7,62. Тоже были всякие события. А что касается еще одного фигуранта Ильи Трайбера, это очень знаменитый петербургский антиквариатор такой, да, прозвище его было Илья Голостопец. Он очень любил по своему роскошному офису, уделанному золотом и капителями, он ходил всегда босиком. И при этом отличался необыкновенной напошностью. Что они там натворили? Ну, вероятно, они натворили то же самое, что творили в те годы все. Потому что не творили только те, кто не... Да, конечно, все по мелочи, вот эта вся фигня, вымогательство и так далее, так далее. Все, кто не смог этим заняться, ну, вот я, например, к сожалению, да, до сих пор жалею, что когда все нормальные люди приватизировали заводы, газеты и пароходы, я как бурак бегал по баррикадам с камерой, да. Но сам виноват, теперь мне, в общем, уже пенять не на что. А им на что теперь надеются рассчитывать? А я думаю, что это какую-то опасность для них представляет, то, что их в розыск отправили? Я думаю, что теперь им следует основательно заблиндажироваться в том, что наша московская сторона называет рашкой, то есть в России, и никогда и никуда больше не высовывать носа, потому что, насколько я знаю, в отличие от русских реалий судебных, процессуальных, где все с легкостью переворачивается на 180 градусов, испанцы уперты и никогда своих постановлений практически никогда не отменяют. Они их не принимают без достаточных оснований, но трагедию из этого делать не стоит. Ну, нам-то нет, а Резнику? Резнику, да, тоже я думаю, что он спокойно проживет и в России, он очень опытный, неглупый и умеющий быть полезной власти человек. А у нас ведь другая немножко система ценностей. Посмотрите, после этого позора на космодроме, когда, ну, понятно, да, что с недоделанных космодромов очень уместно запускать недособранные ракеты. Ну, подождите, мы запустили же. Увидели, ну, я уже рассказал все по этому поводу, это величайший провал и конфуз, но обратите внимание, чем закончилось. У Рогозина отобрали конфеты, а начальника Роскофенса просто поставили в угол на 20 минут. Вот все, вот вам весь фашизм, вот вам вся властная вертикаль. Я не знаю, что было, нет. Я не знаю, что с ними надо было делать, я бы не расстреливал никого, и даже и конфету бы у Рогозина отнимать бы не стал. Потому что все же настолько, все же настолько свои люди, все настолько объяснимо. И рассчитывать, в общем, было особо-то не на что. Мы сделаем перерыв небольшой, уйдем сейчас на новости. После чего продолжаем программу персональный ваш. Я напомню, что в Петербургской студии Виталий Дымарский и Александр Невзоров, а здесь, в Москве, Алексей Нарышкин и Алексей Соломин программа «Дневной разворот». Через 5 минут продолжим. Персонально ваш. Мы продолжаем. 15.35. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в московской студии «Эхо Москвы» и Виталий Дымарский, и публицист Александр Невзоров в Петербурге. В Гильвеции. Александр Георгиевич, я хотел вас все-таки вернуть на эту историю с испанскими мафиози, назовем их так. Власть, по моему представлению, должна дистанцироваться от любых людей, которые хоть как-то связывают с Тамбовской, Солнцевской, Ореховской, с другими группировками. Но, с другой стороны, мы же знаем, что все под одной крышей варились, все друг с другом знакомы. Как же вести себя в таких ситуациях, с вашей точки зрения? Идти на вот это вот «я вас не знаю» или пытаться их оправдывать? Как правильнее поступить с точки зрения, ну, что ли, культуры петербуржской? Ну, или вообще молчать, вообще ничего не говорить. Честно говоря, понимаете, ведь я же, я не моралист. Меня вопросы морали интересуют в последнюю очередь, если вообще интересуют. Поэтому я в данном случае оцениваю всех этих персонажей по моим, ну, по моим личным от них впечатлениям. И я могу сказать, что люди все, в общем, довольно симпатичные. К тому же они действительно настолько глубоко были инсталлированы в российскую реальность и настолько оказались ей полезными и настолько органичными. Ведь смотрите же, русский чиновник, он клянется в верности Путину, а сам поглаживает Франклина. Да? Зелененького, да. Нежно, да, да, нежно поглядывает. И это правильно, потому что путь к Франклину лежит через Путина. В России это самый простой через верность, через желание, умение, способность обслужить власть. А вот люди, о которых мы говорим, симпатичные эти, они часто появлялись в Петербургской мэрии? Вы не знаете, часто ли, много ли знакомых имеют в Петербургской мэрии имели? Ну, по-моему, я думал, что это длинноватый получится разговор. Тогда все, это была, это Петербург небольшая деревня, вообще, где все знакомы, где все дружат, где все друг друга знают и знают маленькие слабости. Единственное, когда был сильный разнос по разные стороны баррикад, это в 1991 году, когда Собчак, Тамбовский и все остальные прогрессивные силы города строили вокруг Мариинского дворца баррикады, а ваш покорный слуга оказался, опять-таки, изгоем-отщепенцем, который организовывал здесь в ГКЧП на развалинах имперской советской идеологии, хоть какое-то сопротивление мерзавцам-демократам. Вот тогда все немножко поссорились, но потом снова все помирились. А все эти преступные элементы, извини, сейчас, Леша, меня интересует, они были между собой в некой конкуренции или все были заодно? Это было очень, нет. Власть, Тамбовский, еще какие-то там резники, ауловы и так далее. Тогда, вот поймите, не было такого понятия, как Тамбовский. Были живые люди со своими страстями, интересами, с возможностями влияния на события. Это все, вы же, черт возьми, историк, да? И вы применительно к истории должны, пусть даже и самой недалекой, применять все-таки те методы, которые отработаны в точной науке. Мы увидим, что это некое броуновское движение, соприкосновение между собой тех или иных тел и частиц. Случайное, неизбежное, потому что очень многие элементы, очень многие, скажем так, субстраты имеют непреодолимую тягу друг к другу, да, по разным причинам или бы нуждаются друг в друге. Это все политическая химия, без которой никогда ничего не обходится. Но мы и сегодня видим немало примеров этой политической химии. Но политическая химия замешана на бизнесе, а иногда и в преступном бизнесе. Вот сидит Дымарский, почему-то возмущается. Слушай, я не возмущаюсь, я задаю вопрос. Нет, вы возмущаете. Дымарский не взяли, поэтому возмущается. Я уже отразумевался. Да, конечно, вот и все, да. За 25 лет. Бесполезно, бесполезно предъявлять счет истории. Вот на тот момент не существовало никакой другой реальности. Я понял. Это понятно. Да. То есть счет истории не надо предъявлять. А правильно ли поступило испанское правосудие, пытаясь предъявить счет этой самой истории? Испанскому правосудию вообще по барабану все эти регалии и вся эта романтика, да. Они следуют букве своего хорошо выношенного, хорошо структурированного и формализованного закона. И действительно по этой букве я боюсь, что все эти мои бывшие товарищи очень основательно засядут, если окажутся где-нибудь за пределами Российской Федерации. Кстати, вот о букве закона. Сегодня вышло интервью в Нью-Йорк Таймс судьи, которая дала 25 лет Виктору Буту. В Америке его обвиняют в том, что он оружейник, оружейный барон. Даже фильмы о нем снимают, все это знают. Судья сказала, что в общем-то дала ему самое мягкое наказание из возможного, но все равно считает его чрезмерным. Вот здесь вы судью в данном случае оправдываете или осуждаете. Ну, я вот куда бы никогда не пошел и кем бы точно никогда не стал, это в суде. Я бы вообще всегда всем все разрешал. И торговать оружием, и нарушать любые законы, кроме законов физики, разумеется. Все остальные законы, в принципе, если ты способен уклониться от ответственности, то почему бы, собственно говоря, и не нарушить. Бут нарушал законы настолько обаятельно и настолько широко и красиво, что вот даже просто за внешнюю эффектность его безобразных поступков ему многое можно было бы простить и ограничиться, ну, не знаю, там, выговором занеси не личное дело. Что бы сделал, например, я? И еще пальчиком бы я, вероятно, ему погрозил. А как бы вы в такой ситуации защищали себя и свои интересы, если суд, с вашей точки зрения, не должен, в общем, людей наказывать, что они могут уйти, во всяком случае, от ответственности? Как бы вы защищали себя? С оружием в руках или что? Ну, я бы, да вот, вы знаете, что будет, будет конкретная ситуация, тогда мы по ней поговорим. Просто ситуации бывают разные, обиды бывают разной степени тяжести, проблемы бывают разной степени решаемости. Вот, если такая ситуация будет, то мы о ней тогда обязательно поговорим. На СМС-приемник вопрос пришел от Вадима из Балтимора. Леша, Леша, тут сидит Дымарский, который уже на меня сверкает глазами почти пять минут, потому что вы не даете ему вставить даже буквы. Я спокойно как раз сижу. Секретные указы, которые сегодня стало известно за Сирию. Непонятно, знаете что, вроде ведь операция не секретная, всем знают, что мы там воюем в Сирии. Почему нужно звание героев, не героев, в общем, любые звания присваивать каким-то тайным подпольным образом? Вы знаете, у нас все в общем в той или иной степени подпольное. Когда я слышу про тайные награды, про тайных героев, я всегда вспоминаю времена, когда мы решили снимать честилища, я ездил по танкоремонтным заводам с тем, чтобы подобрать хорошую фактуру для фильма. Мне нужны были танки для того, чтобы их сжечь. Причем мне нужны были нормальные настоящие танки. И как раз мы на одном из танкоремонтных заводов нашли несколько таких танков. они были прямиком из Чечни. И как я понимаю, их как пригнали, как привезли на танковозах, так бросили на этом заводе. К ним никто больше не подходил, а мне как раз понравилась их необыкновенная живописность. И вот я вам могу сказать, что когда я выбрал эти танки, то рабочие под моим руководством начали отдирать задрайки, отдирать люки. И в этих танках были люди. В этих танках были сгоревшие мертвые люди. Там были трупы, которых никто никогда не учитывал, которых никто никогда не вспомнит. Фамилии, имена которых устанавливаются без проблем, но я видел два танка. В одном были сгоревшие, в другом не сгоревшие. Но подозреваю, что таких танков немало сегодня приходит из Донбасса по танкоремонтным заводам, если поискать, то найдем. И вот когда на фоне всего этого, всем этим лампосоносным, в огромных фуражках товарищам, которые берут на себя смелость распоряжаться жизнями и судьбами людей, то, наверное, даже мне рептилии становятся как-то немножко противны. От всего этого я забыл про свою исследовательскую направленность, которую я продемонстрировал в ситуации с 9 мая. Когда я действительно умею абсолютно отстраняться от события и просто радоваться тому, что у меня есть возможность увидеть зарождение культа, увидеть механику того, как все это происходит и возникает. Кстати говоря, то, о чем мы говорили в связи с 9 мая, это ведь еще и воспитание такого духа воинства. Это культ войны. Это все к нему прилагается. Как вы не назовете этот культ войны? То есть нужны люди, готовые воевать. Нужны люди, которых, смотрите, мы возносим, ставим на контакт Катурны, благодаря их даже общественной деятельности, в надежде, что они будут воевать. Вот смотрите, вот такой человек, такая личность, как хирург. Это что? Это будущий воин? Ну, вообще, я думаю, что этот образ его, который целиком ворован из дешевых голливудских боевиков, там нет ничего ни русского, ни славянского, он забавен. И бедный, 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 несчастный, наивный Кремль. Кремль думает, что он приручил тираннозавра. А это кролик, обклеенный картоном, на которого ни в коем случае никаких ставок делать нельзя. Сейчас все рокерское движение России рыдает и пытается оправдываться и объяснять, что они никакого отношения не имеют к хирургу, потому что он вот этим своим холуйством невероятным напустил под рокерское движение большую компрометирующую лужу. Ну, лужа не лужа, они целые территории получают. Они получают целые территории, но ведь эти территории, когда меняется реальность, точно так же и забираются. Хотя вот их вся... Все их возмущение по поводу того, что их не пропустила Польша... Ну, а вот представьте себе на секундочку ситуацию. Польские рокеры, польские рокеры, в честь взятия поляками Москвы и сожжение Кремля, решили бы устроить польский рокерский пробег до Москвы с тем, чтобы возложить гвоздики на могилы неизвестных шляхтичей, павших при штурме Кремля. Что бы им сказали на российской границе? Мне просто очень интересно. И как бы отреагировала на это та самая патриотическая общественность, которая так страстно поливает недругов зеленкой. Вот эти вот воины, которые кричат о том, что надо изгонять бесов из еврейских детей. Мне, кстати, интересно. Вот там, где поливали улицку, поскольку я не видел хроники и знаю только понаслышке, а Прилепин тоже поливал чем-нибудь? Ну, по-моему, Прилепина там не было. Не было. Слушайте, а Стариков с ведром зеленки? Ну, он должен был там быть. Тоже не было. Прогульщики, а? Там много кого не было. Там много кого не было. Там вот выставили каких-то городских сумасшедших, которым дали в руку зеленки и научили их матерным выражениям. Понятно, очень удобно. Ну, понятно, да. В свое время национально освободительное движение, это ведь тоже... Ваш покорный слуга имел самое прямое и позорное отношение к зарождению этого явления. Интересно, подождите секундочку, секундочку, секундочку. Вы сказали и самое прямое, и позорное отношение к зарождению. Ты можете расшифровать? Очень интересно. Могу, конечно. Могу, потому что это все дети смутных лет России, 90-х и пост-90-х, послепутчивых лет, когда очень небольшое количество отчаянных мальчишек объединялось и действительно пыталось противостоять тому разрушению страны, которое происходило у них на глазах. А самая прямая и позорная роль ваша? А я, как всегда, это все затевал и организовывал, как и движение наше в том числе. А что уж теперь прятаться от этого? Нет, это уже мутанты. Если там участвовали люди, которые находили в себе смелость сражаться с режимом, то эти все, они ведь выползли на свет только тогда, когда, извините, начальство разрешило. И точно так же, как все эти православные фанатики, от которых теперь ногу поставить некуда, они ведь тоже все по начальственному разрешению. Хотя численность их, я подозреваю, все равно. Да, кстати говоря, вот сейчас было сообщение, что 4 миллиона посетило церкви на Пасху. А алкоголиков в России 5 миллионов. И 5 миллионов алкоголиков вправе требовать, чтобы были воздвигнуты храму Бахусу. Ну хорошо, 4 миллиона много или мало? И тогда, кстати... 4 миллиона много или мало? А 5 миллионов алкоголиков это много или мало? Отвечу я вам, много. Ну тогда 4 миллиона верующих, это тоже очень много. Если мы будем вот по этому гамбургскому счету считать. Вы знаете, сейчас еще все считают оппозицию. Сколько там выйдет, не выйдет. А, ну это вы у нас любители микробиологии. Ну давайте посмотрим, только если дадите большой микроскоп. Ну давайте под микроскопом посмотрим, что там, как они там между собой все мельтешат. Ну подождите, вот вы мне сейчас... Поссорились с Навальный, с Касьяновым. Теперь вроде говорят, что Навальный начинает дружить с Явлинским. Чтобы его кандидаты были включены в список яблока. Вас это вообще как-то волнует? Ну нет, мне очень интересно было посмотреть, как эти микроорганизмы преодолевают мембраны друг друга. Как там начинают шевелиться? Вот какие они двухъядерные, эти клеточки? Хвостатые или нет? Как выглядят их фибрилы? Это очень интересно, но для этого нужен огромный микроскоп. Это все очаровательные люди. Про Явлинского могу точно сказать, что и умный, и обаятельный, и опытный человек. Но сейчас не существует в России той оппозиции, на которую стоило бы тратить хотя бы минуту эфирного времени. Подождите, наверняка яблоко преодолеет какой-то барьер, чтобы получить несколько мест в Государственной Думе. Если объединиться с соратниками Навального, то шансов-то получить больше кресел, как раз больше. Чего вы со своей микробиологией? Какие вы наивные? Если они попадут каким-то образом в Государственную Думу, то тогда попрощайтесь даже с этими микроорганизмами политическими, потому что среда Государственной Думы, она настолько агрессивна, она настолько активна, она настолько способна выдавливать и выжимать из себя все чужеродное. Все равно это среда Мизулиных, Петренко. И обратите внимание на тех красавцев, которые за последнее время пытались что-то вякать. из недр Государственной Думы, я имею в виду Гудкова, посмотрите, что с ними произошло. Даже такой полуприспособившийся, полусплавившийся со всей этой трясиной организм под названием Митрофанов, и то под каким-то надуманным предлогом в виде вымогательства каких-то жалких трех миллионов. Да кто из депутатов этим не занимался? И то его выдавили из этой среды. Либо выдавливают, либо эта среда поглощает и переваривает. И от всех этих ваших милых оппозиционеров в любом случае в Государственной Думе не останется ни толку, ни следа. Поэтому давайте просто объяснимся, что лучше во все эти игры, связанные с выборами, не играть вообще. Пожалейте свое время. Ну, то есть, если нам объясняют, что если мы не пойдем на выборы, то, видимо, правильно объясняют, то наш голос будет украден. Ну, и хрен с ним. И будет использован. Вы знаете, когда уже пошла такая пьянка, надо уже спокойно резать последний огурец и понимать, что в этих всех позорных бутафорских мероприятиях ну, пожалеем мы свое время. А как же гражданское чувство гражданственности? Ну, вот, например, у меня никакого чувства гражданственности нет. Если вы хотите услышать про гражданственность, обращайтесь либо к самому себе, либо вот к очень юным, очень романтичным Лешам в Москве. От милых Леш, давайте вопрос на последок. Есть, безусловно. Минут у нас до конца эфира. Конечно, надо было времени больше этому уделить. Годовщина одесских событий. Не кажется вам, что Россия, российские власти очень много уделяют внимания этой проблеме? Хотя, вроде, граждане другой страны и пострадали. Вообще, это все в другой стране происходило. Ну, это тоже часть культа войны. Это тоже часть оправдания того, что... того бессмыслица и бесчинства, которое творит Россия на Донбассе. Но надо понимать, что при оценке одесских событий всегда нужно ориентироваться четко и строго. Смотреть. Вот там, где нет русской весны, где нет русского мира, есть ли трупы, есть ли сгоревшие дома, есть ли обугленные девочки и мальчики. Нет, нет. А там, где она появляется, к сожалению, появляются обугленные девочки и мальчики. Поэтому, кого винить, я думаю, в этой ситуации абсолютно понятно. А есть у нас еще время? Нет, нет. К сожалению. Еще, побереги. Я хотел бы рассказать про его картофелейшество. Про, да, про Лукашенко. Ну, ладно. Давайте оставим на следующей среды. Спасибо большое, Александр Невзоров и Виталий Дымарский из Фитера. Здесь, в Москве, Алексей Нарышкин, Алексей Соловин. «Персонально ваш» с Александром Невзором заканчивается. А «Дневной разворот» продолжится через некоторое время. «Персонально ваш». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова